Давно мечтаешь о крутых петах из Adobe.me, но не знал где их купить так, чтобы тебя не обманули? Или у тебя уже есть несколько одинаковых, которые ты не против продать, но не знаешь кому? Тогда быстро переходи на сайт starpets.gg Star Pets это место, где ты можешь абсолютно безопасно, а самое главное автоматизировано купить или продать своих петов. Больше никаких встреч с другими игроками, все трейды проходят только через ботов. Стильный дизайн, регистрация разными способами, удобный ввод и вывод средств, инструкции, если тебе будет что-то непонятно. Все это можно найти на Star Pets. Переходи на starpets.gg по моей закрепленной ссылке в комментариях. Покупай или продавай своих петов быстро. Hello, ну раз, с вами Кексиминдеры и сегодня, ребят, мы вместе с вами продолжаем играть в World Star Tower Defense. И сегодня, ребят, я хотел показать вам тирлист новых юнитов из нового обновления в этой игре. Сегодня вы сможете узнать, каких юнитов из обновления стоит выбивать или же крафтить, а каких нет. Что же, ребят, если вам это интересно, то прямо сейчас прожимайте тофы и сочные зимние лайкос, иначе попадос. А также не забывайте подписываться на мой канал и жмякать колокольчик, чтобы не пропускать все мановые ролики и стримы. Итак, ребят, начинаем мы с класса D. В этом классе находятся самые худшие юниты из обновления. Итак, для начала здесь у нас получается новый персонаж, который давали за код, за то, что у Навикс Флейма набралось 100 тысяч подписчиков, ультра коку Блэк. Сначала для него можно было использовать орб, и тогда это была имба, на него можно было Роуз Орб юзать. Но сейчас, ребята, Роуз Орб на него юзать нельзя, поэтому сейчас это полнейшая фигня, около 4 тысяч дэмэджа, да. Дальше у нас находится Гару, это Кунг-Фу Мастер, новый 4 стар, кстати, если не ошибаюсь, это сейчас даже лучше, чем Пиккл, вроде это самый лучший сейчас 4 стар. Ну а также Олд Вилл, это у нас юнит, получается, снова лидерборда, по статистике он фигня, у него там вроде, если не ошибаюсь, 15 тысяч дэмэджа, но, ребят, 15 тысяч дэмэджа эти он наносит за 15 или за 10 секунд, я точно не помню. Поэтому юнит фигня. Ну что, ребят, переходим уже к классу Си. Итак, в классе Си у нас здесь Бакуго, получается, 5 стар, которые добавили, Большая Мамочка, также Экс Капитана, если не ошибаюсь, он так называется, Фрэнки, Курапика и также Кимимаро из Данже. Здесь я поставила юнитов, у которых от 10 до 30 тысяч дэмэджа, и, как по мне, самый лучший из этих юнитов, это Экс Капитан, Большая Мамочка, ну и, получается, Бакуго. Да, кстати, ребят, я также хотел сказать, что если вы не согласны с каким-то местом в этом топе, то можете не бояться, пишите в комменты, возможно, я тогда запишу новый терлист, если много будет не согласны с моим терлистом. Что ж, ну а сейчас мы уже будем переходить к нормальному, такому, нормальным юнитам, которые, в принципе, можно юзать, и это у нас класс Б. Здесь у нас находятся Канеки, а также Кенпачи. У Канеки у него, получается, Блит Дэмэдж неплохой, его достаточно прокачивать дешево, ну а Кенпачи, он оттачит Айров, и плюс у него Фулл АОЕ, ребят, у него Фулл АОЕ, также, ну, по поводу прокачки, его достаточно дорого качать, но, ребята, тем не менее, это все-таки Фулл АОЕ, и также он оттачит Айров. И у него довольно-таки большой дэмэдж, я точно не помню какой, если не ошибаюсь, где-то 50 тысяч, ребята, это достаточно много. Ну что, давайте переходить туда уже к одному из самых лучших юнитов из обновления, а именно класс А. И здесь, ребята, у нас находится Нетеру, ну, Нетеру я сюда поставил, как бы, сейчас все напишут еще, Винтер, это же не новый юнит, но все-таки, ребята, на него вышел орб, который делает его намного лучше, и у него с орбом, если не ошибаюсь, около 200 тысяч дэмэджа, и также он может атаковать Айров, да? И вот так, ну, по поводу прокачки, его там довольно дорого, но, тем не менее, ребята, все-таки 200 тысяч дэмэджа, и он еще оттачит Айров. Как по мне, это просто какая-то имба, плюс у него еще ренча огромный, поэтому с орбом Нетеру, я считаю, заслуживает данное место. Ну и, думаю, понятно, кто будет в классе С, новый 6-стар, новый Дио, ребята, потому что у него около 600 тысяч дэмэджа, также прокачивать его тоже где-то 600 тысяч стоит на фул, если я не ошибаюсь, но также к этому дополнению у него идет таймстоп ультимейт, с помощью которого можно дойти до 99-й волны, который стопит на 20 секунд, и я видел, что там люди в лидерборде дошли до 99-й волны с этим Дио. В общем, ребята, на этом все, пишите в комменты, если вы чем-то не согласны из этого террелиста, у нас с вами был Кокси Винтер, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока, пока!